Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня мы с вами поговорим о долгожданной новинке от компании Xiaomi, ну или точнее о новинке от ее дочки Redmi. Так новый Redmi Note 14 Pro получил новый драконий чип, обновленный экран, большую банку аккумулятора, много памяти и не менее обновленную цену. Что ж ребятушки, все, Xiaomi на финишной прямой, пока их заклятый конкурент вырвался вперед и уже вовсю рвет и мечет, а я напомню, что новые Realme 13 Pro серии уже вышли, и с 19 они официально запускаются на глобалку, у нас в стране правда еще пока что нет, придется подождать. И скорее всего цены будут ну не самые низкие, особенно учитывая сколько до сих пор стоят у нас те же самые двенашки, а так в правильном виде они конечно же будут стоить до 30. И как я сказал уже по сути продаются и мы их опять же разбирали по косточкам, по сути сейчас они прилично обошли те же Redmi Note 12 Pro серии, по части возможностей камеры и опять же это ну факт, Xiaomi об этом знает и поэтому вовсю спешит выпустить и 14 поколение. Правда в отличии от тех же Realme на глобалке 14 ноуты придется ждать наверное до зимы, Xiaomi что-то на глобалке стали уж сильно долго запрягать, ну ничего посмотрим что же они себя будут представлять. Хотя по сути мы и так все о них знаем, так Redmi Note 14 серии уже засветились на рендерах, они уже прошли сертификации, уже опять же заканчивают стадией финального тестирования и по сути вот-вот, я даже уже думаю в конце августа либо в начале сентября их покажут. Иначе те же Realme отцапывают часть большой аудитории, в общем конкуренция это всегда хорошо, она всегда нам только на руку ребят. Ну и как всегда никого ни к чему не призываю, всегда слушайте только себя и берите только те девайсы, которые лично вам больше всего по душе. Я же опять же просто рассказываю вам новинках мобилостроения, которые лично мне на мой взгляд показались интересными. Вот и сейчас в очередной раз максимально кратко и содержательно постараюсь вам рассказать, что же именно стоит ждать от нового народного горячего пирожка от компании Xiaomi. Итак, сердцем нового Redmi Note 14 Pro должен стать не менее новый, хоть и конечно же не самый производительный, но все же вполне бодрый 8-ядерный 64-битный чип от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 7S Gen 3. А в старшем братье во всех утечках значится новый, по сути еще нигде, так сказать, не задействованный MTK Dimensity 7350 Pro, хотя скорее всего будет ну не Pro в названии, а Ultra. Ну Xiaomi сейчас ко всему шьет этот шильдик, ну типа наверное так для них солиднее, ладно не суть. Так вот, дракон в Redmi Note 14 Pro будет набирать в Antutu 10 версии около 800 тысяч очков с хвостом, что конечно же опять же не рекорд, но пободрее того же Realme. Да, разница не критична, так Realme 13 Pro серии набирают около 750 тысяч очков, но все равно обогнали ну хоть на чуть-чуть. А вот 7350 Ultra из старшего Redmi Note 13 Pro со знаком плюс так вообще подберется к миллиону. Да, вы опять же скажете, какой миллион? У топов уже у всех по 2, а через 2 месяца выходит и Snapdragon 8 Gen 4, а там уже и 2 миллиона 800 ему приписывают и выше. Да, я конечно же спорить не буду, но ребят, это не та тема и не тот класс. Линейка Redmi Note это доступные, так сказать, крепкие середняки с упором на камеры, они немного про другое. А тут же вы скажете, у Realme, что к примеру есть тоже крепкий середняк Realme GT Neo 6 на Snapdragon 8 S Gen 3 со 120 герцовым LED, который набирает под 1 миллион 800 тысяч очков в Antutu. Опять же неплохие камеры, все это около 23-25. Ладно, в общем спорить наверное нет никакого смысла, каждый берет то, что ему нравится. Тут можно посмотреть кстати еще на IQ и так далее, ну реально крутых смартфонов сейчас очень-очень много, очень. Наверное большую их часть я уже с вами протестировал, делал видосики. В общем я к тому, что рекордов синтетики мы от новых Redmi Note 14, 14 Pro и Pro Plus не ждем. Это ответочка под Realme 13 Pro. Экраны кстати по сути, как я понял, останутся вообще без особых изменений. У 14 Pro он будет на 120 герц, амолед как у 13 Pro 5G. А в Redmi Note 14 Pro Plus экран переедет из того же Pro 13. Ну это норма. В Xiaomi и новые форматы экранов это что-то невообразимое. Единственное где-то натыкался на информацию по экрану до 144 герц. И вот это было бы приятной мелочью. Что касается автономности, то тут банка должна быть на 5500 мАч. И вот это точно то, что все ждут от Xiaomi, так они очень и очень медленно двигаются с мертвой точки в заезженные 5000 мАч. Что ж, надеюсь, что все будет так как говорится и опять же должны дать быструю зарядку от 90 Вт, что в целом в этих диапазонах неплохо. Ну и главный момент это конечно же камеры. Фронталку обоих там ориентировочно на 20 мегапикселей, а вот основные разные. У Redmi Note 14 Pro это 58,2 мегапикселя. Стандартная конфигурация, но с заменой главного сенсора на более свежий с оптической системой стабилизации. А вот Redmi Note 14 Pro Plus уже оснастят самым главным новшеством. Это будет опять же телевик. То есть расклад такой. 50 мегапикселей основная, 50 мегапикселей телевик с 3-кратным оптическим увеличением и 8-мегапиксельный ширик. Опять же все будет с оптической системой стабилизации. Что ж, на бумаге пока что задел в плане ответочки, для тех же самых Realme неплохой. Надеюсь все будет именно так, как говорится в утечках. Не, ну то, что добавят телевик, это уже вообще обсуждается, наверное, очень-очень давно, так что мы его точно ждем. Ну а дальше протестируем и посмотрим. К дополнительным особенностям новинок могу отнести обновленную HyperOS уже, скорее всего, 2.0 на 14-м андроиде, скоро обновлением до 15-го. Будет защита от воды и пыли, стерео и, конечно же, NFC. Что по ценам, то сейчас, опять же, значатся такие цифры. За базу на 8-256 Redmi Note 14 Pro запросит от 249 баксов, а за старшего Redmi Note 14 Pro со знаком плюс в базе на 12-256 уже от 299. Ну и, конечно же, плюс наценки различных магазинов и так далее. Ну, когда выйдут опять же на глобалку, можно будет еще так соточку смело прибавить, это классика. Что ж, думаю, в течение месяца все точки над «И» мы с вами обязательно расставим. На этом и новостное видео подошло к концу. Всем огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку, видеолайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!